В Дананке, если есть у нас корт крупный, можно купить все, что угодно и отправить. В Вьетнам можно все, что угодно, благодаря этому мы как раз доставку вот этих статуи и производим. По рекам, по морям. Доставка дорогая? Доставка входит в стоимость. Доставка? Да. Microsoft Вьетнам занимает первое место в мире. 80% продукции у нас Adidas чьется тоже во Вьетнаме. Вот, дальше, что у нас еще производится? Это весь алкоголь, который может здесь найти, весь алкоголь местный. То есть, весь там и Хенеси, да, и Хенеси, и Чивос, и Рэйс, и спирта, бетилово, как и везде. Вкусовых добавок добавили и все. Алкоголь здесь такого же самого качества, непосредственно, как в БиКри, как дома у вас в магазинах, он есть точно такой же. Потому что он, в принципе, у вас дома отсюда и везется. То есть, объясняю причину, почему у нас весь мир делается именно, ну как, в азиатских странах, понятно, потому что дешевая рабочая сила. Почему все-таки именно во Вьетнаме у нас много чего производится? Поскольку Вьетнам долгое время шел по пути коммунизма Советским Союзом, но в 88-м году он понял, что это ничем в прошлом не заканчивается. Нам не по пути, он сделал огромный скачок. То есть, здесь осталась коммунистическая правящая партия, но здесь принимают в 88-м году закон о международных инвестициях. То есть, получается, что вкладчикам заканивает, что их деньги не будут национализированы, что они не будут расплачены, и что их предприятия останутся при них. То есть, непосредственно, когда уже в коммунистической стране начинает принимать такой закон, то о коммунизме уже речь не идет. Уже здесь капитализм, чистой воды. Получается, что если иностранцы могут здесь иметь свои заводы, свои предприятия, свою собственную смесь иметь на территории страны. Здесь уже все коммунизма как бы нет. Правящая партия коммунистическая, но просто эта партия уже много лет как бы не дает никому больше никаким другим политическим движениям развиваться. То есть, я не понимаю, что коммунизма здесь уже, в принципе, как в Вьетнаме нет, но все равно править-то хочется. И непосредственно, как бы, держатся. Держатся на муке, здесь коммунистическое такое везде. Но непосредственно вьетнамцы этого особо не чувствуют. Здесь даже в принципе платят пенсии. Рожали дома, и потом ребенка этого как бы скрывали. Но особо скрывать его уже не приходилось, поскольку его уже не записали. Получается, ну, разбираем ситуацию. Например, отец служит в армии. Ну, тут самая простая ситуация. Например, майором. Да, у него есть двое детей, у него жена беременна третьим. И непосредственно рожает. И уже на следующий день после родов третьего ребенка задушил. И непосредственно она попадает в ад. Попадает в ад из-за того, что она берет грех отца на себя. То есть, как бы, она его прощает за то, что он ее убивает. И берет его грех на свою душу. И когда она попадает в ад, ад начинает разрушаться. То есть, у нас как-то махаянистский такой образ. То есть, херовать, если используется, это очень мало. Непосредственно, поскольку она попадает в ад. Если я вам про херовать рассказывал, в херовать ада нет. То есть, есть только земля и непосредственно...